здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам хочу предоставить вот такой вот экспресс мастер-класс краткое описание вот это вот кардигана который я вязала на заказ вернее я его вязала под у нас заказ на его вязала подруги фотографии вы вы на ней видите вот для фотосессии ну и понятное дело носить она будет пока он у меня я хочу сделать и краткий обзор на эту модель потому что я ее максимально упростила так как я уже поняла немного уровень своих девочек которые вяжут по совместниках да вот что они очень опытные у меня не все ним не буду говорить про всех у меня и начинающие есть ну этот краткий как бы обзор описание она для тех кто уже вяжет потому что я даже свои мастер-классы которые есть у меня на канале вот этого кардигана с капюшона начатого вязать я его упростила будут до невозможности вот этот упрощен прям прям вообще там никаких скосов там никаких горловин ничего абсолютно сейчас я вам это все расскажу покажу вот и вы поймете что это очень просто мастер-класс я не снимала на эту модель потому что потому что не снимала то что никогда было вот и хочу девчонки продолжить наши розыгрыши моих сокровищ до книги и журналы по вязанию да я понимаю они на чешском языке ну вот подскажите мне кто то как называется приложение которое переводит потому что перевести очень просто девчонки я думаю что вы справитесь тем более те девчонки которые у меня хорошо вяжут им достаточно будет схемы понять сколько петель добавляется это даже и так понятно вот сколько набирать сколько добавлять вот сейчас у меня вот этот вот журнал бурда 12 бурда 12 21 года у меня есть обзор на него вы можете посмотреть я оставлю под этим видео ссылочку на этот обзор этого журнала что именно у нас там вот и журнал получит тот кто наберет комментарий получить комментарий вот правильно который наберет больше всего лайков результат у нас будет через два месяца и как я уже говорила в предыдущем видео в прошлом видео в разыгрывалась книжка со скандинавскими узорами вот и у нас эти розыгрыши будут каждое видео я постараюсь потому что я обычно эти журнал они скапливаются я кому-то отдаю вот а теперь я решила отдать это вам пошлю в любую страну в общем кто напишет самый популярный комментарий сразу допустим через неделю через две это не не вариант как бы потому что лайки набираются на комментариях постепенно они должны комментарии настояться да вот такой вот журнальчик в этом видео мы разыгрываем кстати вот посмотрите какой пиджачок на лето чудесный захотелось не его связать вот пока два месяца пройдет возможно я его навесную свяжу вот такой вот смотрите какой классный правда же классный я уже забыла кстати сама что в этих журналах есть вот ну да ладно сейчас давайте как к обзору модели вот этот журнальчик у нас сегодня разыгрывается так что смотрим пишем комментарии не факт что хороший комментарий наберет лайки возможно плохой комментарий удалять ничего не буду вот принципиально вот мне самой интересно и так девчонки вот это вот модель что у нас говорит эта модель совершенно просто вязала сверху вниз вот начиная с капюшона капюшон у меня вот имеет вот если сбоку на него смотреть в такую форму вот набирала я петли вот отсюда я вязала набирала петли 35 петель плотность вязания у меня девчонки 6 петель 6 петель 10 сантиметров и 14 рядов рядов 10 сантиметров спицы у меня были 10 миллиметров 10 миллиметров спицы и пряжа у девчонки пряжа если вот так вот навскидку визуально то она где-то 8 70 80 метров 100 граммах но дело в том что вы определяете уже начинаете вязать капюшон а там уже по своей плотности определяете ширину изделия вы сейчас все поймете то есть нет привязки на это тут сам принцип вязания почему удобно потому что вот такие кардиганы тем более английской резинкой он вязан они очень тянутся вниз и угадать длиной вот привязание снизу вверх практически невозможно поэтому вот если вы вяжете с капюшона сверху вниз такой кардиган во первых вы можете определить сами длину которую какую вы хотите во вторых вы можете вот вы вяжете уже рукава связали допустим если у вас ограниченное количество пряжи вы тоже вот вниз вяжите вот сколько у вас есть пряжи тоже как вариант знаете вот и так мой капюшон я набирала 35 петель я неправильно нарисовала давайте вот так вот здесь у нас совмещено то есть в целом я набирала 35 петель итак я набрала для капюшона 35 петель вот а и забыла сказать капюшон в глубину у меня 40 сантиметров а в высоту 50 сантиметров он объемный он глубокий такой объемный хороший глубокий понимаете я хотела хочу вам объяснить очень очень хорошо ну чтобы вам было понятно если будет непонятно девчонки мы можем для новичков вот одна категория у меня совсем совсем новички я понимаю некоторые некоторым боже я уже на тарахтела в этом видео некоторые не смогут до связать мы можем собраться в совместник и пошагово вот с видео с элементами расчетами разобрать эту модель в общем набрала 35 петель еще раз последний раз набрала любым способом набираете и вот буквально два ряда вы вяжете английской резинкой центр определяете да это у нас по 16 петель и здесь по 17 17 17 и одна петля центральная вот из этой одной петли мы вывязываем по три петли тем самым добавляя петли то есть делая этот скос здесь у нас 7 раз по три петли ну то есть мы вывязываем из одной петли 3 то есть добавляем мы 2 по 1 петли сюда и сюда ну я думаю для кого этот мастер-класс твой им понятно далее вяжем ровно пока мы не достигнем высоты желаемой капюшона в моем случае это отсюда вот когда я сделала добавление у меня образовалась 49 петель 49 петель вот и здесь вот я вязала 50 сантиметров да это сам капюшон высоту довязала вот прям на себя мерила как он на мне сидит вот сколько я бы вижу я люблю такие объемные капюшон не всегда получается ну в общем в этот раз вот так вот далее я делила разделила капюшон на три части вот такие вот практически одинаковые если вот так вот визуально до говорить то они одинаковые почему потому что вот с капюшона здесь идет на запах еще петли ну вернее с отсюда с передней детали и деда получилось у меня и 17 петель вот далее я взяла вот эти вот 17 петель то есть я оставила вот вот полочка 16 петель 16 петель и взяла на вспомогательных спицах и взяла только вот эти 17 петель спинки вот эти вот и добрала здесь я добрала петли на плечи и добрала я до чтобы у меня получилось 50 петель то есть свою ширину вернее у меня там 51 число петель должно быть нечетное вот здесь у меня 17 было от капюшона вот эти вот я взяла и набрала набрала я здесь 17 и здесь 17 вот такие у меня прекрасные числа получились да и по итогу у меня под видео получилось 85 сантиметров широкий да но это как пальто поэтому он такой объемный широкий но это как бы изначально изначальный расчет но девчонки он вытянулся вниз и 85 практически ушло только на плечи ну то есть здесь плечи как бы вытягивается и она очень спущено получается а внизу он не выглядит на 85 сантиметров потому что английская резинка она утягивается вниз проседает да и вот вязала я спинку до где-то 30 сантиметров вот пройма рукава и так у меня есть спинка здесь у меня горловина и здесь у меня от горловины вот эта деталь перед ней но как бы завернута деталь да она висящая вот я беру набираю вот 17 петель это полочку я уже набираю здесь 17 петель присоединяю вот эти вот 16 петель которые у меня на вспомогательной спице и вижу в данном случае левую полочку движу вот до до этого момента вот 30 сантиметров как и спинка одну полочку здесь у меня 33 петли и потом когда я довязала до пройм оставляю здесь нужно много вспомогательных спиц оставляю либо нити здесь у меня вторая часть капюшона те же 16 петель и здесь набираю прямо из этих петель и спинки я набираю 17 и здесь тоже самое то здесь у меня шва как бы нету здесь получается там цельное вязание вот и вижу вторую полочку до до проймы и потом после проймы я соединила вот эти петли потом петли спинки и эти петли и вниз я уже вижу всю длину то есть на этом этапе я не соединила ну как бы еще не соединяла что я просто говорю рассказываю как я сделала значит что у меня здесь опять рисую вот у меня такая заготовка да и здесь по 30 сантиметров тут же я набираю здесь рукав девчонки набирала рукав я через одну петлю даже не за одной кромочной а через одну вот ну вы смотрите по ширине рукава какую вы хотите я сильно широкие не хотела и у меня он был сильно спущенный поэтому я набирала вот через одну и вязала рука вот сколько даже кстати внизу я не ничего я не сокращала я просто вязала ровный рукав до нужной длины плюс 10 сантиметров на манжет все вот с рукавом я далее ничего не делала то же самое связала рука почему я сразу вязала рука опять же у меня ограниченное количество пряжи было вернее было я ее собрала ну микс такой у меня там четыре нити вот абсолютно разные даже не помню что и часть из тех чешских части из которых я на рекламу получала но в общем которые мне присылали в общем так вот получила что я намиксовала все и не знала как у меня будет поэтому я связала рукава потом только уже после рукавов рукава у меня не в круговую вы можете в круговую но я вот принципиально не люблю вязать в круговую рукава бесят они меня вот я соединила только после того как связала вот рукава потом соединила полочки вот полочки спинку и уже вязала вниз сколько у меня будет пряжи и вот так вот таким вот образом я его как бы и сообразила вот в принципе это все я думаю вам понятно кто вяжет в принципе как набирать петли вязать капюшон посчитать это все есть видео с кардиганом где я внуку до зала там все 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 подробно я рассказала даже к карманы а еще к этот пояс я связала вот и все и вот такой вот кардиганчик у меня получился и кстати видео я это оставлю которая у меня с детским кардиганом внуку там тот же принцип но только с расчетами из горловиной а здесь все упрощено вот я просто хотела сделать обзор на вот эту вот модельку и в конце видео еще напоминаю что у нас розыгрыш вот этого журнальчика вот его получит самый популярный комментарий через два месяца посылаю в любую страну девчонки и так на сегодня все я с вами прощаюсь и вам а а Субтитры подогнал «Симон»